Ассаляму алейкум, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по национальным кухням мусульманских народов. И сегодня мы делаем акцент на кыргызской кухне. И в этом нам поможет наш повар Мустафа Керимов. Встречаем! Ассаляму алейкум! Ассаляму алейкум, Динара! Кыргызы, Кыргызлар – один из древнейших тюркских народов, коренное население Кыргызстана. Многочисленные диаспоры проживают также в Китае, Казахстане, России и Турции, а также в странах Средней Азии. Традиционно Кыргызлар занимались кочевым скотоводством, разводили овец, верблюдов и лошадей. Ремесленники изготавливали ковры, войлок, ткани и ювелирные изделия. А также обрабатывали дерево и кожу. Гостеприимство считалось одним из важных качеств. Все лучшее, что находилось дома, посвящали гостю. Если к юрте подъезжали всадники, то обязательно к ним навстречу выходили хозяева и помогали спуститься с коня. Приглашали в юрту и, конечно же, угощали. А кыргызская национальная кухня богата и своеобразна. Учитывая кочевой жизненный уклад, еда была калорийной и питательной. В Кыргызстане находятся одни из самых больших в мире ореховых лесов. Их площадь достигает более 600 тысяч гектаров. И, конечно же, жемчужина Кыргызстана – горное озеро Иссыкуль. Второе по величине соленое озеро в мире после Каспия. А что это у нас? А это у нас форель. Сегодня мы с вами будем готовить форель. Причем будем готовить форель по-киргийски, по-иссыкульски. Традиционно, когда говорят о киргийской кухне, подразумевают, наверное, бешпармак, жареное и вареное мясо, тот же лагман и манты. А сегодня мы немного отойдем от этого и приготовим рыбу. Наверняка все знают об озере Иссыкуль очень много, о его прекрасной природе, о чистейшей воде, о том, что оно находится высоко в горах и входит в топ-пятерку самых высокогорных озер мира. Но там водится радужная форель. И мы сегодня попробуем ее приготовить. Что нам для этого понадобится? Ингредиенты какие нам понадобятся? Для того, чтобы приготовить форель по-иссыкульски, нам понадобится небольшое количество грамм 150-200 редьки, 2-3 помидора, немного 2-3 головки лука, сладкий перец, чеснок, томатный сок, немного растительного масла и мука, специи, зелень. Тогда рыбу доверяю я вам. Конечно. А вы мне поможете нашинковать немного лука полукольцами, соломкой нарезать редьку и, наверное, одного болгарского перца будет достаточно сладкого. Рыбу мы нарежем на стейки толщиной, наверное, где-то сантиметра полтора, максимум 2, больше нам не надо, для того, чтобы рыба прожарилась быстро и хорошо. Каргазлар – древнейший терпский народ. Они отличаются тем, что самый-самый доверчивый, самый-самый гостеприимный народ. Как вы думаете, Мустафа? Да, я в этом уверен. Они очень гостеприимный народ. Когда они встречают гостей, они на стол выкладывают все самое хорошее. Никогда не спрашивают, зачем пришел, кто пришел, какие у него цели и так далее. Так у Хорозов не принято. Обязательно предоставляют ему в доме самое лучшее, самое почетное место, в общем, предоставляется гостю. А потом уже в ходе разговора, да, как бы спрашивают цели приезда и так далее. А что вы сейчас делаете? А я сейчас порезал на стейке, теперь посолил, поперчил и оставим на несколько минут ее, чтобы она просолилась и, будем так говорить, пропиталась, промариновалась. Отложим это в сторону и займемся овощами. Займитесь болгарскими. Как нарезать? Дольками. Я займусь нарезкой редьки. Редьку порежем тонкой соломкой, для того, чтобы она быстро у нас пожарилась. Мустафа, вы сказали, что голову рыбы мы жарить не будем. Да, голову рыбы мы жарить не будем. А на самом деле у хоргызов есть такие обычаи, голову не рыбы, естественно, а там, например, барана, там баш, да, они называют баш, и его дают в первую очередь самому уважаемому человеку. Опять-таки гостю, наверное. Уважаемый гость разделывает ее и раскладывает в отдельные блюда и передает по частям, в зависимости от того, насколько уважаемый гость, насколько авторитетный человек, в зависимости от этого раздается части этой головы, ну, соответственно, и другие части мяса распределяются среди гостей. Нам еще понадобятся, наверное, помидоры, таких вот 3-4 помидорчика, разрежем их тоже на дольки, я займусь чесноком. Хоргазлат любят же не только баранье мясо, они любят еще и конину. Из конины они готовят эту колбаску, которая называется коза, чучук, карта. Коза, карта, да, они очень это любят, тем более, что наряду с автовозом очень развито коневозство. Да. Итак, Мустафа, мы нарезали все наши овощи, что мы дальше будем делать? Мы дальше разогреваем с вами наш небольшой казан, масло наливаем так, чтобы покрылось дно, подождем немного, пока нагреется масло и начнем обжарку с лука. Хорошо. А как нам проверить? А мы можем просто взять ломтик, соломку, опускаем, если оно активно щипит, то в принципе наше масло разогретое, можем спускать лук. Значит, мы спускаем сейчас лук. Лук у нас пошел в жарку. То есть в первую очередь будем жарить лук, да? Да. Активно помешиваем. Мы сейчас будем кластрить. Лук у нас в жарку. Кочевники в силу своего образа жизни не могли готовить 2-3 раза в день. Да. Вот, поэтому они готовили один раз, готовились сытно, вкусно. Так, чтобы эта еда могла их продержать либо до вечера, либо до следующего дня. Да. Потому что трапезы, в условиях, в которых они находились, было очень трудно приготовить что-то. Типа, например, бешпармаха или супа-шурпо, да, там какой-нибудь. Обычно они с собой брали вяленое мясо. Вот это было очень популярно, вяленая конина, баранина. Но издавна они были популярны как хорошие охотники, да, известные были. И еще шерстяные изделия делали. Вот в домашних условиях делали ткани, войлок обрабатывали все из кожи. Очень красивые изделия, кстати, до сих пор кузовские кожаные изделия. Очень интересно, вы заметили, очень большие мастера по возделанию войлока и шерсти. До сих пор все убранство юрт, сделанное из войлока, вот, и практически все, собственно, будем говорить, производство. И все это сохранилось, на самом деле, может быть, юрты они не ставят, да. Эти культуры и традиции заметили, что одинаковых юрт вы не найдете. Да, каждая юрта уникальна сама по себе. Лук у нас немного подрумянился, поэтому я уже положил нашу редьку и подождем, пока она спасируется, да, немного поджарится, обмякнет. Потом мы запустим с вами помидоры, болгарский перец и продолжим наше приготовление. На этом этапе, я думаю, можно немного подсолить, чтобы редька у нас побыстрее отдала свой сок, немного размякла и приобрела какой-то вкус. А у Харгазлар, естественно, дома, в юртах раньше было, сейчас, вот, в современной жизни, да, в домах стоят такие вот хазан, очаг и такое отверстие, да, откуда уходит весь вот этот вот дымный пар, который мы сейчас с вами испаряем. Да, и так, вот у нас тоже, вот уже пар уходит. У нас все поджарилось, мы с вами запускаем теперь помидоры. Помидоры, значит. И болгарский перец. Хорошо. И тоже немного обжариваем все это. О семейных традициях. Прежде чем кого-то отдать замуж или взять откуда-то невесту, люди узнают, обязательно спрашивают, кто ты, что ты, откуда ты. При этом ты должен знать семь своих поколений назад. Ну, и, конечно же, киргизские семьи, как обычно мусульманская семья, многодетные, особый авторитет имеет отец, но и большим, огромным авторитетом пользуется мать. Вот, дети очень уважают и любят свою маму, но при этом всегда придерживаются мнения отца. А еще есть у них очень интересная обычая, которая называется суюнчо. Кто рассказал новость о том, что родился ребенок, этому человеку принято дать какой-нибудь подарок. Подарок. Могут, конечно, угостить чем-нибудь, они могут там денежки дать, они могут дать сладости, конфеты, если ты, дети и так далее. Да, и очень интересно. И дети стараются всегда узнать об этом первыми, чтобы получить приличный-приличный суюнчи. Да, и дети стараются еще на праздниках, да, как бы рассказать стишки, молитвы, чтобы старшие им дали подарки. Опять же, тот же суюнчи, видно, так говорится. Тот же, да, суюнчи. Томатный сок добавим, немного муки, для того, чтобы загустеть. Для чего? А, загустить соус. Чтобы загустить, да. Добавим, конечно же, сюда тоже немного соли, немного перца. Перец и соль добавляем по вкусу. Так. То есть, если востреба, никогда не добавляйте соль и перец ложечками, да, там? Ну, так проще, так уже знаешь меру. Так, мы немного подперчим для остроты, потом еще добавим немного перца, после того, как положим все это в казан. Ну, а пока приготовимся вот так вот. Еще, Дара, я вас попрошу, порезьте мне половинку лимона. Мы добавим туда немного лимонного сока. Это сделает наш соус просто великолепный. То есть, еда должна быть у блюда не только вкусная, но и красивая, конечно же. Лимонный сок. Лимонный сок. Так. Делаем так, чтобы косточки не попали. Наш соус закипел, начинает загустевать. Все, мы с вами можем добавить чеснок. Вот, Дина, вы поможете мне распознать соль? Давайте. Обычно соль, перец, когда пробуют, берут совсем немножко, да, чтобы понять. На самом деле, если возьмете ее больше, вы не поймете. Давайте, пробуйте. Мне кажется, чуть-чуть нужно соль добавить. Немного соль добавим. Так, перец как? Перец, по мне, нормально. Вот здесь комфорочку и передвинем потихонечку томиться, да. Через 2-3 минуты мы его выключим, и он просто будет ждать нас. Хорошо. А тем временем мы с вами пожарим рыбу. Наконец-то. Берем сковородку, наливаем масло. Ждем, пока оно разогреется. Форэдди у нас рыба жирная, поэтому очень много масла на него отнимается. Не будем. На самом деле, рыбу каждый жарит по-своему, да, кто-то с мукой, кто-то без муки. Как вы предпочитаете? Я очень люблю жареную рыбу без муки. Мне почему-то так кажется, что она будет более такой пожаристой. Но если кто-то предпочитает, конечно, можете жарить его и с мукой. Ну что, поехали? Бисмилля Рахман Рахим. Начинаем. И начинаем. Аккуратненько выкладываем на сковородку наши стейки рыбные и обжариваем. То есть способ жарки как бы ничем не отличается от обычного, да? Точно так же будем переворачивать, пожарили с одной стороны. И жарим с другой стороны. И жарим с другой стороны. Если масло сильно брызгает, можем прикрыть крышечкой. В нашем случае сейчас он уже немного понастыло маслом. Все, он жарится на таком ровненьком, мягком огне. Мы с вами уже говорили о том, что форели относим к благородным рыбам. И, наверное, это блюдо все-таки удобнее готовить к праздничному столу. А кто вы можете сказать о праздниках у Киргизии? О праздниках хочу сказать, что в Каргазлар праздники отмечают очень весело. На самом деле перед праздниками устраивают всякие соревнования. Это будет связано с национальной кухней, с традициями, с обычаями. И все делается для того, чтобы сохранить всю эту культуру, сохранить народ, сохранить обычаи и, естественно, национальную кухню. Например, перед Курбан-Байрам, как Харгазлар, привыкли его называть, Курбан-Аид, перед Байрамами всегда делают они, например, соревнования. От УЛАГ, по-моему, если я не ошибаюсь, у них называется это соревнование, берут какое-нибудь огромное поле. И устраивают там скачки, да? Да, устраивают там скачки. А вот у Роза Байрам, да, Курбан-Байрам, да, Курбан-Байрам, его называют Аид. У Роза Аид, да? Да. После месяца Рамазана встречают это Аид, да. На день раньше они готовят сладости. Естественно, принято как бы прибраться, убраться дома, во дворе. И с самого утра мужчины идут в мечеть, на праздничную молитву, на праздничный намаз. А потом, естественно, принято почтить старших родственников. Посещение, да? Да. Посещение клапищ и так далее. Динара, я вас привыкну. Наша рыба уже готова. Да, я уже вижу, что она подрумянилась. Мы процесс приготовления останавливаем, убираем огонь. Теперь давайте соберем это блюдо в одно целое. Для этого берем соус сюда. Рыбу сюда. Рыбу сюда. Аккуратно. Вы открываете дно, а я буду аккуратненько выкладывать на дно. Туда будете на открытое место выкладывать рыбу. Да, буду выкладывать нашу рыбу. Так. Берем еще два кусочка. Вот так вот. А это можете положить сверху. Теперь могу обратно их выкладывать. Что-нибудь необычное заметили вы в этом рецепте? На самом деле, вот интересно, что да. Тушится рыба с овощами. Теперь берем и закрываем крышечкой. Вы сверху закрыли. Это было посечнение. Соль, перец у нас на месте. Да, все мы проверили. И ставим на 2-3 минуты на слабый огонь. Нам просто нужно совместить вкус, чтобы он произошел взаимный обмен запахами и вкусами, и получить шикарное блюдо. Мустафа, так как Каргазлар любит чай, я сейчас предлагаю, пока наше блюдо, да, форель по-исекульски тушится, я здесь приберусь и сделаю вам вкусный чай. Не знаю, каргазки или не каргазки. Кроме чая нам надо будет еще порезать немного зелени, приготовить блюдо, и мы с вами будем сервировать. Хорошо. Ластоп. Чай уже приготовила, все мне готово. Чай готов. Динара, наша рыба по-исекульски тоже готова. Зеленый лук режем, да? И дорезайте помидор. А я пока займусь нашей рыбой. Как мне помидор резать? Ломтиками нарежьте, чтобы нам красиво сервировать нашу рыбу. Так, добавим немного соуса. И у меня, в принципе, все готово, Динара. А у вас? Как аппетитно выглядит. У меня тоже все готово, как и вы говорили, я все нарезала. Пожалуйста, украсить я предоставлю вам. Добавляем зеленый горошек по центру, да, сюда? Конечно. Еще, наверное, немножечко. Наверное, да. Зелень сверху. Слушайте, еще аппетитнее выглядит. Надо очень красиво положить помидоры. Ага. Очень красиво. Конечно. Вы так отметили, очень красиво. Я буду сейчас стараться. По-моему, просто великолепно. Я бы посолил немного помидоры. Угу. И, в принципе, у нас... У меня чай готов. Все готово. Да, все готово. Спасибо за чай. Рыбу. Соус берите. Соус обязательно хочу. Посмотреть, Рахман Рахим. Очень-очень вкусно. Вы почувствовали, что эта форель приготовлена по-особенному, по-иссыкульски? Да, форель на самом деле приготовлена просто идеально. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли и приготовили. Наконец-то я теперь знаю, как правильно готовится форель по-иссыкульски. Друзья, с вами я прощаюсь, но ненадолго. Увидимся. Ассаляму алейкум, рахматуллаху, ва баракатуху. Алейкум, друзья. Алейкум, друзья.